История народа А вот интересно, почему именно социальная сеть Инстаграм стала местом прописки вашего семейного альбома? Конечно же, когда мы задумывали этот проект, мы не претендовали и не претендуем на некую инновационность в нашем пространстве. Подобный альбом, подобный проект есть в России, он функционирует, но он создан в качестве такого интернет-портала. И, конечно же, на наш взгляд, это может отпугнуть простого пользователя, что нужно регистрироваться, нужно что-то загружать, выполнять ряд формальных требований. Сегодня социальная сеть Инстаграм достаточно популярна, прежде всего, в молодежной среде. Легкая регистрация и коммуникация между администратором группы, между участниками этого сообщества позволяет нам также внедряться и в это пространство. То есть мы, наверное, где-то пошли по пути о серьезных вещах в достаточно такой легкой, может быть, где-то несерьезной социальной сети, какой есть, может быть, и сеть Инстаграм. Но это еще и возможность того, что мы оперативно получаем и присоединяем молодого пользователя к своему прошлому, к прошлому нашей страны. Что действительно важно. Как понимаю, начинали с истории и фотографии и своих, и самых близких людей проекту чуть менее года. Удалось ли за этот период выйти на ту самую обратную связь, без которой жизнедеятельность проекта невозможна? Конечно же, в рамках нашего проекта, это одно из стратегических направлений нашей деятельности, это коммуникация. Мы не можем размещать свои фотографии, потому что ресурс их такой ограниченный, но мы претендуем и прежде всего ориентируемся на то, что мы получим обратную связь от простого, от конкретного белоруса, который хочет знать прошлое своей семьи и понимать, как это прошлое семьи интегрировано, вписано в историческую картину прошлого нашей страны, Беларуси. Кто чаще всего пишет и присылает свои фотоснимки? Это жители Гомельской области или они только? На самом деле, география нашего проекта, она разнообразна. Это вся страна, Беларусь. Конечно, мы ориентируемся и на гомельчан, но вот обратная связь, у нас на настоящий момент более 500 подписчиков, с учетом того, что мы не так давно начали эту деятельность. Это разные регионы. Конечно, вот за время реализации проекта мы наблюдаем такую достаточно заметную активность Слудского региона, потому что нам удалось наладить партнерство с местной газетой «Слудский курьер», которые не только помогают нам искать, но еще и уже такой некий исследовательский наш штаб. Вот в Слудском районе многие жители даже просят редакцию газеты отсканировать фотографии свои, потому что нет возможности такой у семьи. И потом уже эта редакция не только размещает на страницах своей газеты, в интернет-ресурсах, но и присылает нам, за что мы крайне просто бесконечно благодарны сотрудникам этой редакции, потому что мы на самом деле вот начало года этого ознаменовалось тем, что мы выкупили фотографию у коллекционеров, свадьба в Слудском районе, 50-е годы. И неизвестные люди, кто это был, и буквально в начале года нам пишет родственница людей, которые размещены на этой фотографии, и нам удалось выяснить, что на самом деле кто изображен на этой фотографии, какова судьба этих людей. Таких вот историй накапливается постепенно достаточно много. Они нам показывают, что белорусы на самом деле это такая пестрая картина и многонациональная, и многопрофессиональная. Это разнообразная картина, что это не только крестьяне в лаптях и в национальном костюме, но это и интеллигенции, это и предприниматели, это и дворяне, и шляхты и тому подобное, которые были представлены на наших землях. Каждый фотоснимок уникален, но все-таки какие из историй по-настоящему удивили, а может быть и шире, подтолкнули провести своего рода историческое расследование? На самом деле многие фотографии служат основой для расследования. Как, например, Александр, вот эта фотография тоже выкуплена у коллекционера девочки из Слуцка, которые адресовали на память эту фотографию своей воспитательнице Тине Виноградовой, 30-е годы. Написана подпись эта на такой хорошей, чистейшем белорусском языке. И как выяснилось, что это был вообще целый коллекционный альбом, и сейчас вот мы в поисках вообще и сведений об этих девочках, которые и, собственно, о воспитательнице Тине Виноградовой. В перспективе мы верим в то, что основа и материалы нашего белорусского семейного альбома лягут и будут использованы историками, краеведами при проведении исследований. И в фондах, на страницах нашего проекта, вот есть также такая фотография, это свадьба в Гомеле, начало 20-го века. И это тоже объект не только для исторического, но и для этнологического исследования, для того, чтобы охарактеризовать, как выглядели гомельчане в начале 20-го века, что носили, как выглядел свадебный костюм и тому подобное. Фотографии могут сказать также больше, чем и исторические письменные источники. И действительно, речь не просто про страницу в Инстаграм, это целая история, которая будет дополняться. Спасибо за интересный проект, успехов в делах и до встречи в эфире. Продолжение следует...